У нас есть лучший рот России. Закройте свои вербальные дырочки. Ты говоришь, что у тебя по геометрии трояк, а мне на это просто наплевать. Ромбик! Я несколько раз порезался отчайку в своей жизни. От нее у нас шатался стол, поэтому мы ее и отсадили Яна Ромашкина. Мы найдем, куда трудоустроить рот Ромы. Вот я так применил свой рот буквально за эту неделю несколько раз. Потом он такой, что я сделал? Дзюба, проиграл! Ну что, Хараскаль отправлен в Динамо, Медина в Спартак, дети отправлены в школу, а сам Костя Анисимов отсюда так никуда и не отправился. Если хотите, можете ему поаплодировать. Если не хотите, не аплодируйте, но у нас так. А так как хочешь, чтобы его уволили, и когда, наконец, уже я высплюсь? О чем еще Тимур Гурцкая говорил? Этим летом мы спросим у него лично. Ну и так же здесь с нами комментаторы нападающей футбольной медийной командой Мачтова, игрок под номером 14. Ну, как вы прекрасно сами понимаете, от нее у нас шатался стол, поэтому мы ее и отсадили Яна Ромашкина. Это футбол, брат! Мы возвращаемся! Ура! Ура! Теперь мы выходим каждую пятницу в 10 утра прямо перед туром. То есть тур у нас прямо вот здесь, прямо на кончике носа. То есть мы пятницу с утра понятим для выходных, да? Мы что значит портим? У некоторых портится во время просмотра матча любимой команды, но потом уже возвращается на трейд. А прикинь, вот раньше мы выходили в четверг вечером, и дети могли, например, перед сном, перед пятницей взять гаджет, спрятать его себе под одеялом. У нас не в каждой программе же Ромашкина была. А теперь они будут просто на уроках смотреть. Теперь просто на уроках. Ну да, теперь с утра ты идешь, ты мало-то что сам проснулся с, так сказать, а тебе еще в школу идти и еще вот Янук. Я понимаю, что если ты что-то не называешь, мы понимаем о чем речь. Ну да. И о ком. Это хороший комментаторский скилл. Несмотря на то, что мы выходим по пятницам, чтобы не пропускать наши выпуски, подпишитесь, нажмите на колокольчик, если хотите, если не хотите, не нажимайте. Все равно это сделайте. Все равно это сделайте по-братски. А также мы будем разыгрывать мерч, билеты, кучу всякой разной прикольной атрибутики. А мы куртку у Тимура разыграли? Просто я... Нет, я не так порезал. Достаточно тепло на улице, и я бы не хотел вареного Тимура здесь. Он и так как... Просто в прошлом году это не было причиной. Мы стартовали ровно год назад, и он... О, кстати, год. Нам год. И как и год назад, и как и через год, по промокоду Бро вы можете получить 2000 фрибетов, попробовать спрогнозировать что-то, а на выигранные деньги уже купить торт и отметить вместе с нами. Кстати, в нашем Телеграм-канале вы можете выиграть 150 фрибетов. В общем, скачивайте приложение, регистрируйтесь, все под видео, как обычно. Может ли Тимур Гурцкая, как агент, трудоустроить рот Нагучева, который будоражит РПЛ и все, что вокруг происходит? Я думаю, знаешь, настолько много предложений поступит, что еще я буду разбираться долго, на что именно это потратить, предложения. А как бы ты вел переговоры? Я бы сказал, что у нас есть лучший рот России. Нет, подожди, Ром, а давай представим, что как раз сейчас твой рот проходит в собеседовании. У меня есть несколько к тебе вопросов. Давай, ты приготовься. Итак, Роман, расскажите, пожалуйста, какой опыт у вашего рта? До 12 или после? Подождите, Тимур, вы как-нибудь к деньгам когда перейдете? Ладно, ладно, ладно. Но я должен поднять цену пока. Тимур, агент моего рта, он должен вести переговоры вместе со мной. А я вот хочу узнать, какой именно опыт рта интересует работодателям. Ну ты покажи просто ртом, на что ты способен. Могу сделать вот так. Слушайте, ну это тянет как минимум на финал Лиги Чемпионов. Ладно, а какое-то достижение вот главное есть у твоей родовой полости? Я могу жене позвонить. Могу жене позвонить. Давай не надо, подожди пока. Давай с козырей не ходи. Жене он нарисовал, звони. Чем ты еще гордишься, кроме семейной жизни? Соседки позвони еще. Нет у меня соседки. Блядь, я ненавижу своих соседей. Просто, сука, ненавижу. Ты что делаешь так, чтобы он менял тему? Мы про родов его разговариваем. Видишь, что он может с твоим ртом наговорить про соседей? Я наговорил соседям, всем соседям, вот так, вот так, вот так, вот так, всем соседям наговорил гадость. Ты покрестился сейчас? Да. Ну и что? Это оберег от неудачи. Вы, значит, там старуха живет, которая делает зарядку в 9 утра. Я в это время извиняюсь, но в 9 утра мозг не готов воспринимать вот это. Она прыжает. А ты умеешь, что она делает зарядку? Я даже со мной приехал сосед, там никого не было. Приехал сосед, который... Может быть, к ней приезжает? Крой под дверью. Так, штамп? Может, к ней приезжает? Я не буду стараться. Вот, я выговорил. Так, я выговорился. И поэтому, вот я так применил свой род буквально за эту неделю несколько раз. Ну, вообще, твой род готов к переезду? Если вот тебе соседи не нравятся, там, как-то... Скажем так, готов ли твой род работать в Европе? Учитывая, что я болельщик Аякса, очень люблю Амстердам. А Армения, Азербайджан, это Европа? Ну, там через, если трансфер проводить, вот так. Ну, как обычно, сейчас у нас уезжают, чтобы стать легионерами. Но вы знаете, у нас... Вот, есть перспектива... Я готов. У нас есть человек, который... У нас не так много за рубежом сейчас звезд. Это Овечкин в хоккее, Захарян в футболе, или еще нет пока, не звезда за рубежом. Почему? И Юрий Столешников еще же есть. Спасибо. Я не знаю, кто это, но... И вот так интересно... Вы что? Не смотрели фильм? Не смотрели, мы смотрели другие. Мы смотрели фильм «Тетрис» и смотрели сериал «Библиотекарь». и сегодня нас боленщик локомотива. Подожди, подожди, не говори. Если он сюда сядет, мы исчезнем. Никита Ефремов! АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вау! АПЛОДИСМЕНТЫ Ты болельщик локомотива? Я болельщик локомотива, да. А ты вообще что-нибудь про рот Ромы знаешь вообще что-нибудь? Я знаю, что мой весь рот болел за Спартак и болеет, да, просто так вышло. А так ты выродок? Я, получается, да, я в этом смысле. Он отклеил кусочек ромбика и перевернул его, чтобы болеть за локомотив. А так вышло просто, что во времена моей юности, там, а сколько мне было, 11-12 лет, это был как раз локомотив 2000-х годов, Лайсков, Заз Джанаша и все дела, Юрий Павлович. Как бы там прям, ну, была такая суперская команда. Скажи, а тебя не зацепила вообще история вот этого человека 3 дня назад? Ты вообще знаешь вообще, что произошло 3 дня назад? Я бы хотел услышать о тебе. Я рассказываю тебе. Он 30 минут матча не называл Дзюбу по фамилии, а просто говорил, игрок под номером 7. Нет, там еще было, я слышал, это история, там было по-другому, там нападающий, еще что-то там. Да, он какие-то, ну, он сидонимы, сидонимы, и один из друзей Дзюбы сказал, что мы найдем, куда трудоустроить рот Ромы. Вот сейчас мы всей программой ищем какие-то профессии, что он бы еще мог делать ртом, кроме нападающего номер 7 называть? Нам все время говорил учитель по сценическому движению, когда много говорили, закройте свои вербальные дырочки. Мне очень нравится выражение вербальная дырочка. Пожалуйста, не давайте инструменты в руки соперника. Могу ли я сейчас, Рома, тебя немножко потестировать? Значит, я буду называть тебя футболиста, а ты должен, ну, как бы его вербальной дырочкой называть так, чтобы мы поняли, о ком речь без имени. Давай так вот я тебе буду говорить. Да? Давай, смотри. Я в гостях у нас есть. Ну, пойдем. Давай. Не могу, я даже орую. Давай, Игорь Экерфеев. Ой, блин. Рекордсмен в чемпионате России по числу отраженных пенальти. Человек, который не знает, куда деть ногу, когда прыгает. Сейчас, как прям маслится вот так на хлеб размазал, да? Да. Да. Георгий Джики. Лучшая борода чемпионата России. Вред, сказал мне, до программы, сказал мне, бегающая хинкаля. Вендал. Не хотел вернуться, но вернулся и неплохо играет. О! Эрик Бигфалви. Табор уходит в небо. Почему? Тезка Эрика из каникулы Мексики. Боже мой. Боже мой, зачем мне это знать теперь? В общем, Ром, возвращай фамилии и имена, так нам удобнее и понятнее. Я через 29 минут спокойно вернул и все продолжил. Назовем это 29 минут тишины. Кстати, странно, что никто не обратил внимания, что за эти полчаса я ноль раз назвал фамилию Литвинова из Сочи. Ну, не знаю. Ну, не знаю, да. Мы обратили внимание, что, я помню, там был в этом репортаже, мы как-то обратили внимание на то, что ты давал людям смотреть футбол, а не только говорил из-за этого тебя... Да, да. Не только за игру отдельный от этого игрока он давал смотреть, все остальное он болтал. Потому что, знаешь, я пытался дать посмотреть людям футбол, потому что футболисты сами не давали его смотреть, они не играли в него. И когда такой матч, ты начинаешь делать паузу, потому что ты сам, ну, как бы, эмпатичен к репортажу и тоже от него устаешь. Я реально не мог включиться в игру. Это очень сложный матч. А есть такое, что ты не можешь включиться в роль, знаешь? Вот то же самое. А есть такое, ты приходишь на съемочную площадку, а там никого нет? Есть такое? Такого пока не было. Не было? Вот приходишь, у тебя приходит съемка, все, приходишь, никого нет. Это во сне, только если я что-то там боюсь, например, перед первым съемочным днем. А так, ну, старик, да, это уже профессиональные какие-то навыки такие, довольно тяжелые. Ну, что делать, вдохновение, оно не всегда приходит. Ну, я с футболом, я тоже самое понимаю. Для меня всегда загадка в вашей профессии, как так сделать это интересно. Ну, вот то же самое. Ты ищешь и находишь только во втором тайме, когда все... Ну, я помню, как комментировал Маслаченко и насколько в нем было вот это, прямо когда все играли плохо. Да, только Владимир Никитич тоже пропадал там. Ну, он позволял себе хотя бы говорить, что это было плохо. Очень подкупало. Потому что ты смотришь и думаешь, а он что, не понимает что ли, что это плохо? Ну, мы же все понимаем, что это плохо. А так бывает иногда, когда ты видишь, что плохо, а комментатор в этот момент говорит, замечательная игра, там все такое, так здорово. Праздник футбола. Праздник футбола продолжается. На который смотрело 217 человек. Так вчера такая история была. Вчера, буквально вчера, когда шел матч Фонбет Кубка России, Балтика-Зенит. При счете 1-0, Черданцев минут 40 говорил, ну щас, щас, щас. Щас они соберутся. И это Балтику забьют. У меня есть промежуточный трофей для Балтики, который три победы одержала в Кубке России. И девять очков. Девятка. Вот, ребята, это промежуточный. АПЛОДИСМЕНТЫ Это таблица, это таблица Кубка России, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы поздравляем Сергея Игнашевича с первым, незначительным, но кубком. Это вот такие, классные же промежуточные какие-то итоги. Ну да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Приходите, забирайте. У нас целый ящичек холодненького. АПЛОДИСМЕНТЫ Спартак же был чемпионом первых двух туров, потом там боролся за первое место с Краснодаром в третьем туре. Сейчас потихонечку стал отсутствовать. Навязывает, такой, борьбу в середине. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы ее поэтому отсадили, потому что у нее сначала интересно, а после первого раза у нее тухляк уже потом. И во всем так. Она любви человеку, она все время удивляется и надеется. Надеется. Ну вот в этот раз, может быть, наконец-то. А в 12 часов отбой. Да. Поэтому у нее фамилия Ромашкина. Вот сначала нормально, потом нет. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, мы чуть вернемся назад. У нас есть так и не трудоустроенный рот Нагучева. Но мы вообще давайте придумаем наказание для рта Романа. Напишите в комментариях, как наказать рот. Я думаю, что сейчас там откроется портал. Открываем портал, ребята. Мы любим порталы. Рома любит вибральный портал. Мы даже вот так, не дырочки. Уже вибральный у тебя, да? Окей. Вербальный. Вербальный портал, который... Автор лучшего наказания получит от нас подарок. Кружку Нагучеву, из которой он пил этим ртом. Сейчас, мне кажется, люди там просто такой... Я всю жизнь к этому не готовился. АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец-то. И ты первый, да? Кто первый пишет уже комментарии? Геннадий Сергеевич Орлов пишет уже комментарии. Да? Да. Ну ты же, он же прокомментировал всю историю. Так. Он же сказал, что ты потерял всех шесть, всех шестерых фанатов Дзюбы. Ну у Дзюбы шесть фанатов есть, которые там готовы за него биться. Кто? Ну не знаю, они же великолепная семерка там какая-то. Ну вот как раз кто тебе в комментарии писал какой-то плохой. Вот они все и... Да, так что... Ну я, например, не совсем согласен с Геннадой Сергеевичем, потому что я, например, на следующий день после этого матча встретился с Федором Смоловым перед матчем «Спартак-динамо», который мы с Костей Генневичем комментировали. И мы с Федором там поболтали, пожали друг другу руки. Они, насколько я знаю, с Артемом в хороших отношениях. То есть не все умерли. Вот Смолов был жив. Не все. Ну не все. Смолов жив. Да, да. Ну он как-то, да. А, Никит. Так что... Ты для нас, для всех... Ленин болел за дзюк. Ленин, да. Нет. Ты для нас, для всех стал знаком качества. Вот сериал с тобой или фильм с тобой? Классно. Нулевой пациент? Роскошно. Тетрис? Шикарно. Библиотекарь? Нет, я надеюсь, что не будет, когда комментаторы плохой футбол комментируют. Продолжай. Продолжай. Нет, я хочу вот с тобой поговорить. Есть у тебя плохие роли самые? Есть, конечно. Он вообще библиотекарь, он вообще как российский футбол. Там что-то все борются за какие-то книги. Там же книги... Напомни, какие там книги есть? Там есть книга радости. Книга... Прощаемся. Книга... Книга радости. Книга силы. Книга терпения. Книга памяти. Книга ярости. И... Счастья. Да, в общем... Счастья. Любви. Нет, еще все ищут книгу смысла. Книгу смысл ищут и в РПЛ тоже. Книга власти. Непонятно, зачем разыгрывать чемпионство, если ты такой я... Чемпион. Если только есть... Если книга терпения только есть у Динамо... Да, да, да. Книга зачем есть у Федуна, а сейчас там не книги у Денито. Хорошо, какую книгу тогда открыл Валерий Карпин, чтобы нарисовать там 47 человек на полях. Я сейчас вам расскажу. Это караоке. Это была монгольская азбука. Смотрите, у нас есть книги, которые в РПЛ тоже работают. Первая книга. Это Книга власти. О, Книга власти, точно я про нее забыл. Вот. Алексей Миллер. Он ее написал или он ее поспитал? АПЛОДИСМЕНТЫ Обладателю этой книги подчиняются судьи, игроки московского Спартака и граждане Бразилии. Они прямо вот сразу же подчиняются. Вторая книга... Вторая книга... Тебе поступают комментарии в ухо, да? Да, мне говорят комментарии в ухо, я сам ничего не могу придумать. АПЛОДИСМЕНТЫ Книга терпения. АПЛОДИСМЕНТЫ А можно узнать, кто автор обложки, где руки? АПЛОДИСМЕНТЫ Ты понимаешь, надо перевернуть и сзади руки Льва Лещенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Руки другим карманам полезны. Поэтому терпение, что он так вот что-то держит. Руки надо трудоустроить. Да, сзади Лещенко и он держит маленького винокура. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта книга поможет владельцу этой книги, будет легко переживать неудачи. И жить с надеждой. Следующая книга. Книга ярости. Как вы думаете, кто обладает ей? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, там уже в соавторстве со Слуцким. Знаете, там книга, открываешь и как бы вложен телефон внутри книги. Потому что его надо потом кое-куда. Угу. Следующая книга, пожалуйста. Книга памяти Александра Мостовова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как вы думаете, книга памяти, чем наделяют владельца? Александра Мостовова? Да. Как сказать? Междаметь ими. Есть такая фраза, в привычной боли есть свое искаженное ощущение безопасности. Будем думать, что Александра Мостовова награждает ощущением безопасности некоторой от происходящего. Да, потому что он как бы находится... С момента возврата оттуда все какое-то не безопасно. А может, он просто вокруг себя построил какой-то собственный мир и в нем живет и кайфует? Это каждый тут должен так уметь, понимаешь? Ну да, ну а вот он смог, видишь, поэтому книгу написал. Да, это книга, он там считает, заработал... В принципе, он его построил, но он оттуда уехал. Уехал, да. Он там считает, заработал ли он 10 миллионов за свою карьеру. Да, он тогда посчитал, Кость, 10 нет, он сейчас думает или 8 заработал. Вот сейчас будет книга счастья, как вы думаете, какой футболист обладает книгой счастья? Малкольн, нет? Малкольн. А он существует? Да. Уже нет. Футболист существует? Он русский даже. Русский? Вот так. А он давно обрел счастье? Это сапогов тогда должен. Захарян? Ты знаешь, он в нем как бы движется. Захарян, потому что это была его мечта? Вот и до. Книга счастья. От счастья к счастью? От Кенфеев тогда? Да, нет. Тоже нет. Ну это явно... Это книга труда. Это книга труда, да. А это книга счастья. Ну подожди. Ну давай не так сразу. Может какой-то, кто вызвал на сборную России? Он так долго ходил, его вот вызвали. Нет, давай так. Ему больше 25 лет. Хороший вопрос. Ему? Да. Что вы сейчас играете в следующем матче Артема хотите прокомментировать? А, то есть он уже не современный, да? Ну современный, но ему больше... То есть, типа больше 25 лет для тебя... Все, да, уже все. Пока пора на... Знаешь, как у Ди Каприо? Ну ты конечно... Ну ты конечно... Тебе конечно надо ходить в бар Милфхантер уже тогда. У Ди Каприо, да, такое правило, типа 25 исполнилось, пошла из дома. Она что, Ди Каприо? Отсюда рёстка меняет! А что эти меня ссоритесь? Ты сравнил её с Ди Каприо? Она лучше Ди Каприо. Она лучше Ди Каприо, но делают они одно и то же. 25 лет исполнилось, всё, уже старик. Вот, вот, вот обладатель книги радости, вот она. А-а-а! Счастье! Это книга счастья. Это правда. АПЛОДИСМЕНТЫ Обладатель этой книги будет всегда счастливым и никогда не будет упахиваться. А в этом сезоне были минуты, нет? Нет ещё пока. Минуты счастья были? Подожди, нет ещё пока. Предсезон. Но он на лавке сидел пока оба матча в Италии. Но Эльференкина, по-моему, хорошо играет. Но это и есть счастье. Сидеть на лавочке в Италии... Да. Прикинь, там холмы... И тебе за это платят, хорошо. Да, тебе чуть больше... Там холмы Тосканы же ещё. Ну конечно. Это же Флоренция. Это же просто... Там так вкусно ещё, боже. Ну и у нас книга радости есть. Почему ты сказал Флоренция? Давайте посмотрим. Я сказал Флоренция. Да, да, да. Флоренция. Вот Эдуард Мор, обладатель этой книги, непонятно за какие заслуги, становится главным экспертом на Матч ТВ. Я хочу пояснение. А, это... Это эксперт Матч ТВ. Эдуард Мор. А у него... А как это книга радости? Во время... Да. То есть слово радость, он вообще не знает, что такое, да? Он не знает, но... Я тебе расскажу. Давай. Идёт матч Чемпионата России. Наступает перерыв. Объявляют перерыв. Да. И наступает Мор. Время Мора. Время Мора. Приходит Мор. И он рассказывает, как играли команды. То есть ты понимаешь, да? Вот ты 45 минут смотрел футбол. А зачем? Я понял. Потом пауза. Все нельзя понять. Все надо уверовать. Пауза. Да. И тебе человек рассказывает, что ты 45 минут смотрел сейчас. А знаешь, мы одно время... Серьёзно при этом? Да. Старик, значит смотри. Да. Выглядит. Кость, а ты знаешь? Мы... У нас же есть... На футбольном канале есть традиция. Мы каждые выходные собираемся и смотрим матчи все вместе в футбольной редакции. Потом там комментаторы, там редакторы, там корреспонденты. Все разбегаются по своим работам, когда она приходит. Но в целом все сидят все вместе. И нас тоже всё время удивляет, что чуть что появляется Эдуард Мор в кадре. Ну, то есть... А он не уходит. Вы ему отдайте хоть паспорт. Выдайте ему. Документы отдайте человеку. Пусть пойдёт хоть помоется там. Поест. Один из наших коллег придумал, что это за форма. Это Мор ТВ. Мор ТВ? Да. Да. Телеканал пас. Мор ТВ. Мор ТВ. Мор ТВ. Мор ТВ. Надоели уже, если честно Смотрите, сейчас будет игра Очень интересная Я вам обещаю Так вот, но сначала я зачитаю правила Потому что все люди, которые здесь находятся Не только вы, да Смогут участвовать Слушай, началось 1 сентября, и ты сразу училку врубил Да, она постоянно так делает А ты, видишь, с теми стиль поменял С теми, с кем только до 20 А им еще пока надо все объяснять Я хочу в туалет, но я боюсь отпроситься Ребята, а сейчас будет Для кого-то последний звонок Кстати, да Так игра и называется А для кого-то первый Смотрите, я зачитаю правила Я не выучила наизусть, поэтому буду читать У каждого за столом будет своя команда в Телеграме Команда Ромы, Костя, Тимура и гостей Присоединиться к одной из команд Вы сможете под специальным постом В Телеграме Ничего не понял Все, понятно, нет? Короче, в Телеграме Да, есть, ну, ребята, которые смотрят, допустим, нас не отсюда То есть уже не 4 человека должны разбиться на команду Да, 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 они могут подписаться на нас в Телеграме И присоединиться к какой-либо из команд Кроме к Тимуру, команды гостей Собственно, Никита, это твоя команда И либо Костя Самая уютная команда с коврами и кальянами Что я не рекомендую Вот По итогу каждой программы мы будем разыгрывать фрибеты Команда победителей разыграет свой выигрыш в специальном чате Это все в социальных сетях Итак, первая игра, которая вам в целом, вот вам троим уже знакома Я буду объяснять словами эмблему клуба Участники фонбет Кубка России Это все эмблемы клуба участников фонбет Кубка России То есть вам они должны быть знакомы Вы должны угадать, нажав сначала на кнопку Кнопки у вас под столом За правильный ответ Ответ За правильный ответ А теперь у вас в грузинской телевидении Ответ Вам начисляется Понятно, в какой хинкальной ты была вчера Бурьба ТВ, давай 500 фрибетов Ну и самое главное, что зрители в зале тоже могут принять участие Так что если вы вдруг будете знать Откуда у них кнопки? Жмите друг на друга Да Но для этого на самом деле вы как бы сейчас уже должны будете подписаться в Телеграм Сначала вы должны внести, зайти, сначала гостям объяснить Да, в Телеграм Вы должны зайти и туда внести по 500 рублей Нет, 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 нет Вы должны будете, вы должны в онлайн режиме участвовать То есть не просто вот так вот выкрикивать, да А потому что я буду выгонять из класса Вот, а в Телеграм канале в онлайн режиме будете просто писать свои ответы То есть я тоже могу в этом? А на экране QR-код вы можете прямо сейчас его отсканировать И свои ответы оставлять в Телеграм канале Представляйтесь к любой команде, кто вам больше нравится Мне кажется, сейчас игра уже закончится Нет А, ну-ка, так Вышел из класса А приз, приз, приз какой Так, если ваш ответ опередит команда за столом Победитель получит 25 тысяч фрибетов от Фонбет 25 штук, это же вообще Погнали, погнали Здесь я разыграю, да Здесь я разыграю 25 штук Я тебя не слышу Это здесь? Да Мне выгоднее сюда вот так приходить, чем сюда вот так приходить, да? Ну ладно Ну ладно Погнали Что надо делать? Что надо делать? Я готов Просто вы должны слушать меня, потому что я буду объяснять, что это за эмблема клуба Итак, первое Я никогда не буду подумать, что Яна кому-то платит, чтобы ее слушали Давай Мой, про рот хотела пошутить, но не стоит В общем, я буду вам объяснять все Нет, пошутки, пошутки Нет Что это было за шутка, Яна? Пошутки, послушаем Пошутки Давай, Ян, пошутки Я просто хотела сказать, что мой рот уже трудоустроен, поэтому меня слушают Да ну тебя Давай тогда программу давай Давай шутки тогда давай Давай, разорвать и все Объясняй эмблему Поехали Вот она такая, вот как бы идет таким, как будто бы ромбиком, такая Ты круг показываешь Как будто бы ромбиками Ромбик, ты треугольник Нет, 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 сверху три звездочки, это все красным цветом А полоски вот этого ромбика, они как бы состоят из таких бумерангов, знаете, вот они вот такие вот, как бы И вот так вот они пересекаются между собой Что за седневская команда, блядь? Ну как? Подожди, еще раз, ромбик Там внутри губеранги Это участники Как будто бы ромбик, ты слышал? Как будто бы ромбик Это участники фонбет Кубка России Как? Участники фонбет Кубка России Да, он такой, как бы, он, знаете, вот Так там, может, одна 250, какая-то шестая Сверху, сверху, сверху три звездочки Ну да Сверху три звездочки, красный цвет Давай, я знаю ФК, коньяк Правильно, нет Минус сто Давай бабки клади на стол Какие? У меня вот, смотри, вообще нет денег Я сижу Ты давай слоника не показывай Бабки показывай Так, ну Нельзя же деньгами Подожди Три звездочки Значит, три звезды Здесь три звезды Тут ромбик Да, и там как бы полоски, как бумеранг Понимаете? Вот такие вот Как волны, короче Да, вот такие вот они Ну, знаете, бумеранг Давай подсказку, это команда РПЛ Цвета Цвета Да нет, конечно, Ром, ну какая команда РПЛ Это даже не команда второй лиги Красный цвет там только присутствует Я могу вам сказать одно слово Красные бумеранги со звездочками Одно слово, вот смотри Вот это как женщина Объясняется Белгород, салют Белгород Салют Белгород Стойно, Рома Рома, молодец Он восклинился, блядь, что у меня ножки и руки Обработать двух по-разному Так бы и сказала Три звезды и ГГС Где ромбик, объясни, где ромбик Ромбик Ты ромбик не видела никогда Где ромбик? Где ромбик идет? У Ювентуса ромбик Это щит Нет, нет Он идет как Он идет Это холящий ГГС Он со звездочками Стоп, посмотрите Он со звездочками идет как ромбик Вот такой Ребята Ян, это не ромбик Я хочу Подожди Давайте искать компромиссы Возможно, это ромбик Понимаешь? Кстати, человек, который родился в спартаковской семье Тоже считает это Поэтому тебя не берут Ромбиком В этой степени Я думаю, что ее у крокодила играть не берут Она потому что с ней невозможно Как ты описала это? Какие бумеранги? Она имеет в виду, что если брать в расчет звезды Да Понимаешь? И проводить ромбик над ними И вместе с телевизора И вместе с телевизором Ее пел Виктор Цой Ты говоришь, что у тебя по геометрии трояк А мне на это просто наплевать Громбик Так, давай дальше А там по геометрии было Ладно, ничего страшного Я тебя сейчас выгоню Ты меня выгонишь? Из класса Ян, давай, знаешь Давай, чтобы мы точно знали, что от тебя ждать Опиши, пожалуйста От кружу Ладно, все, давайте следующим Следующим глемам Это как бы птица Чайка Правильно! Это птица Это птица, напоминаю Как я актера уделал, когда чайка Кость, напоминаю Это птица Я бы даже сказал, что это ромбик Да, птица в ромбике Но самое главное, Кость у меня понял Кость, ты же считаешь, что это птица? На самом деле, я думал бы, ты сказал Это команда куклус-кланов Просто у Кости молодая жена И он понимает вот такие намеки Кстати, реально, это колпак и вот этот воротник Да, вполне Как будто Гарри Поттер куда-то летит Да, такой вот Нет, подожди, это реально похоже на чайку Это чайка А ты знаешь, что ты видел чайк до этого? В принципе, всегда чайки в мировой художнике Я тоже не делаю такую Ян, я полностью с тобой согласен Я же сам в Сочи Я несколько раз порезался о чайку в своей жизни Конечно же, это чайка Вы еще не видели рыбу, которую эту чайку ловят Вы еще не слышали Там вообще песня Так, Яночка Вы еще не слышали, как я буду объяснять следующую эмблиму Давай, сейчас мы послушаем это Можно мы чуть-чуть? Это нужно максимально запутать людей? Нет, можно от нас просьба? А покажи, как кричит чайка А, а, а! Можете приглашать ее в театр Очень похожа Если вдруг вам нужна кто-то, что огучила чайку А теперь Тимур покажет, как кричит самец чайки Так, ладно, поехали дальше В общем, представьте черный такой квадрат Даже я его сказала больше на прямоугольник Все больше мне напоминает какой-то, да, кримитивизм И там красные полоски такие И они составляют букву А А потом от нее вот такие вот полоски идут красные Амкал? Амкар? Да! А сейчас, знаешь, пододи я довольно-таки Я как нападающий, который перед пустыми воротами завыкает и радуется больше все Простите, пожалуйста, у меня буква «Р» немного западает Поэтому я говорю Старик, бывает старик, нормально Яна, ромашки Хорошо, а где черный квадрат? Это у меня здесь А, внизу там А что было сейчас, подожди, я просто не слушал даже объяснение Ромашка, да, там была? Нет Ромашка здесь А там был черный квадрат А как ты говорила? Черный квадрат Черный квадрат, я запомнил Черный квадрат, блядь, да Самое главное, что понял Рома Нагуч Не, я ничего не понял Он сказал Амкал, я сказал Амкар, все Ну самое главное, что понял Костя Костя, спасибо При этом, блядь, черный квадрат он сразу Мой телефон 8 925 А остальное, черный квадрат? Значит, матрешка? Подожди, был уже ромбик, значит, был треугольник, был квадрат Сейчас будет круг какой-то своей идеей, да? Не дай бог тебя смотрит твой учитель геометрии Его сегодня уволят из школы Нет, он меня не смотрит Он умер? Он уже на меня вообще никаких надежд А ты вчера на уроке, что ли, была геометрия? Ну у меня по геометрии 3 Была, потом я еле на четверку все вытянула И сказала, до свидания с геометрией Мне больше ничего не пригодилось Мне реально не пригодилось геометрии, вот только сейчас Мы сегодня это поняли А вот и пригодилось А вот и действительно не пригодилось Вот этот вот черный квадрат И особенно этот ромбик Давайте дальше, смотрите Следующая эмблема клуба Я напоминаю, это участники фонбет Кубка России Чтобы вы вдруг не запутались Мячик тонет в море Мячик тонет в море Все-таки круг, да? Какая Таня, что ли? Что это по команде? Да, Таня бросила мячик в море Он утонул на плач Черноморец, Совороссийск Нет А что ты не нажал? Ну потому что это бабки уже Ну там еще чайки летают, знаете Там еще чайки летают Такие же уродские Да Ну что, это Балтика? Да! И опять Балтика И опять Балтика в таблице А вот это, кстати, прикольно Я даже не задумывался, что это мяч что-нибудь в море И треугольник, тут все сразу есть Нет, самое главное, тут есть куча чая Понимаешь? Я начал понимать, говоришь И там еще три чайки И я тебе сразу сказал, что это Балтика Да, потому что Чайки, смотри Ну вон же они три, понимаешь? Л, Т и К Вот они три чайки Почему мы все это угадываем в итоге? Нет, 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 у меня просто есть ощущение Вы же знаете, что в Калининграде Может с нами тоже не все в порядке? В Калининграде? Ребят, можно я в качестве Хорошо, что ты пришел к этому убеждению Секунду Можно я скажу вот одну мысль В Калининграде в море происходит закат Восхода не происходит Если вот ты в Калининграде находишься Только в море садиться То есть это получается в Калининграде закат футбола происходит Как бы в море Они же 25 лет не играли в РПЛ А я пока на правах рекламы скажу телефон дилера Янонова После которого какие-то геометрические фигуры вы будете видеть Давайте А есть ли у нас еще одна какая-то? Особенно вон тот черный квадрат Будет очень легко Нет, чайки здесь Вот здесь интересно чайки Я теперь хочу, чтобы это Тимур отгадал Потому что Я не могу так мыслить Я не понимаю Нет, ты понимаешь Вот сейчас я тебе скажу Ты сразу загадаешься Сейчас просто оно само приходит Я тоже сидел ни о чем не думал Давай последний Последний Самое легкое Если описание не начинается с фразы Хачапури лодочка Он ничего не угадает Итак, представьте круг Круг Мы представили круг Ну а вот это Подожди, стоп Почему когда ты про меня заговорил, ты сказал представьте круг? А я не про тебя на самом деле Ведь ты же параллелизм Тебе просто так понятнее будет Я так понятнее А, хорошо, давай Так, все, Хачапури я представил И там, знаете, такие мечи и самураи такие Самурайки? Ну А если ты Только Тимур должен угадать? Мы не можем? Подожди, мечи и самураи Я просто уже угадал Мечи и самураи Я уже угадал Да, я знаю, Рома сразу угадал Я потому что я не знаю самураи Ты серьезно? Ты серьезно? Ты серьезно? Да быть не может Ладно Ты с ним проводишь вот здесь, вот за этим столом Путь регионов Фон Бетку в Карате А у Тудроца есть самураи? Кликай Называй Это футбольный клуб Динава Москва Да Это ж круто Это ж круто Ладно, это Тудроц, Тимур, ты отгадал Просто потрясающе быстро А где там самураи-то, дракон? Вот, мечи, видишь? Это самурай Это у них так самураи Это самурай такой? Да, это же для трехлетних детей А, ты им нарисовала, что ли, герб этот? Ну, мало того, там еще и чайка, вон Там все есть Ромбик тоже И ромбик не на месте Тут вообще просто консистенция Ну, на самом деле, вы не такие уж и быстрые, если уж на то пошло Ну, мы и тупованы Ну, это иногда неплохо Я сейчас хочу, знаешь, что? Подожди, все это еще за претензия, девушка, вы не такие уж и быстрые Я сейчас забуду, что хотела сказать Из уст девушки, вы не такие быстрые, это не так плохо Я хочу сказать о том, что здесь присутствуют люди, два человека, которые опередили вас и отгадали все Это невозможно Да, это возможно, потому что люди другие меня понимают Это редактор нашей программы Которые придумали вопрос Да, вот И, в общем, потом я в конце уже назову этих людей, и вы получите свои фрибеты Вау, подожди Продолжим Вот смотри, сейчас Яна объясняла нам, как она видит эмблемы Ты на съемочной площадке Животных там, что-то еще Вот ты же работал с этими иностранцами С этими Я только с отечественными С отечественными Скажи, как вот на съемочной площадке было какое-то Ты про кого иностранцы? Вахтанг и Ашот, которые пришли к ним на площадке? Да нет, нет, ну для Нетфликса, или вы снимали, вокруг русские одни бегали Слушай, были ирландцы и шотландцы, но они как какие-то очень на нас похожие Потому что шотландцы, больше похожие ирландцы, потому что ирландцы, как же это объяснить-то? Пьющие Нет, они все пьющие, но там какая-то такая разница, что типа шотландцы сначала угрюмые, а потом веселые А, может быть, они этим больше на нас похожи А ирландцы, наоборот, сначала веселые, когда пьют, потом угрюмые Ну у нас есть такие-такие Это Алтуфьева и Бутова, вот разных разных местах Просто непонятно, это как с ними разговаривать, потому что там английский язык очень отдаленный Во-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Там все это прям настолько тяжело, этот глазвиджин, это отдельный акцент, он вообще не понимает Помедленнее, там Он тоже самое, просто как в замедленном, вот как чувак, который недавно показывал этот Да, кайф, блин, вообще он прям вот клевый Топчик Сложно, просто, как бы интересно Расскажи, как вот это, потому что у нас уехали, уезжают, слава богу Не знаю, может кому-то обидно Футболисты, которым нужно привыкать к менталитету К английу не нужно пока К английу пока не нужно, но учить языки, которые, ну, я не знаю, учил ли Арсен Захарян испанский Именно баскский Баскский, да, кстати, прошу прощения у всех баск По твоей теории мы сейчас должны все китайские начать учить Да Который ты уже, кстати, чуть-чуть засвоил Я знаю, как актер будет по-грузинским, Сахи Йоби, правильно ведь? Я не знаю Я понял Ну, наверное, да, раз ты говоришь Это поддельный грузинский Давайте спросим у Лиана, может быть, у нее есть какая-то фигура на этот счет Сахи Йоби? Мы с Сахи Йоби Это как бы ты описал, треугольник? Сахи Йоби? А еще есть, как Человек-паук звучит так О, Дамьяне, у Боба О, Дамьяне, у Боба О, Адамьян Гамарджоба Барби, вот это же самое Гамарджоба Барби, Гамарджоба Барби Это очень круто Это было круто Симпсоны по-грузински просто Гамарджоба Марджори Да, это очень хорошо Давайте лучше перейдем к... Да, был вопрос, как с ними, вообще, да супер, да нормально, все Они очень любят свою работу, они ее ценят И самое большое для меня было такое Ну, вот если как говорить про людей Мы там были во время пандемии И мы что-то разговаривали с водителем Ну, вот как, пандемия, вам же, наверное, тоже сейчас не помогает Что делать, там, правительство или все такое И как-то они очень клево так, он ответил Говорит, я ни на кого не рассчитываю, потому что моя ответственность Это мой бизнес И он не в обиженной позиции Вот это меня очень порадовало То, что они как-то вот сами за себя отвечают Они не в обиженной позиции Они сами за себя ответственны И как-то вот это... Это он ирландец был или шотландец? Он был шотландец Шотландец, да Да, ирландцы тоже, они раз и отделились Отделились А можно, у меня есть еще один профессиональный вопрос Там была сцена погони на советских тачках Вся нарисованная Вся нарисованная, да? Вся нарисованная Я думал, дублер вместо тебя был, хотел выяснить, кто Нет, мы снимали... Вот стояла машина, вот эта копейка или что И мы снимали какие-то наши реакции, когда мы едем Потом построили, что я вообще никогда не видел Вот, ну, примерно с этот павильон Такая была там какая-то гидравлическая, что ли, история На ней стояла машина Остов от машины Четыре таких палки, видимо, чтобы дорисовать потом И нас вот так на ней как-то, как на аттракционах Туда-сюда Блин, какая круто Так клево, потому что не надо было отыгрывать это все Как иногда в русских фильмах, когда там поворот И ты, машина стоит, и ты... Вот это такое-то, да А тебе прям так можно рассказывать? Вот все такие детали, подробности А что они мне сделают? Как бы уже, уже все терять сейчас Погнали, понимаешь Нет, ну там нет ничего такого Это, в принципе, мне кажется, для них это настолько обычно Это мы так, ау-ау, какие-то подробности Но это просто такой, они очень большие профессионалы И каждая копейка, которая вложена, она всегда видна Да А про копейки, которые вложены Прошел очередной этап фонбет Кубка России И поле в Сочи На стадионе Фишт Затмила поле в Воронеже, моем любимом А Спартак, опять чемпион на пару дней Кстати, Яна Ромашкина Блестяще отработала на матче Спартак-Динамо И у нас есть Видеоподтверждение Так как я вечно опаздываю То на гол смотрю чисто с улицы Кто забил? Всего не подождали Кто забил? Кто забил? Макс Все голы прыгну Здрасте И мы тоже Короче, мы пока шли Просто искали Уровень Уровень ведения Ускали, да Куда нам заходить Просто И мы Уже третий гол пропустили Здравствуйте Может нас быстренько пропустить? Умоляю Лаврию Генича не заберет А он опоздал на тайну Когда Бразилия-Германия Он оба раза ушел с футбола Когда был счет 1-0 И там сравнивали счет Было добавочное время В футболфинале это? Да В футболфинале Ян, это значит Это напомнило старый анекдот Когда чувак собирался смотреть бокс Набрал себе там всего Сел Везде не готовился А там удар Сразу нокаут И он Так Давайте, чтобы было честно в этом году Потому что Чтобы мы не выбирали каждый раз по туру Давайте выберем по команде Которая как максимально дальше дойдет С Кубки России И выигрыш возьмет 10 тысяч фрибетов себе А давайте наоборот Возьмем топовую команду Которая первая вылетит Давай сделаем и так и так Давай и так и так Ставку Ставку говнаря Ставка говнаря Короче говоря Ставка говнаря А для этого нам обязательно ехать на нашествие потом? Ладно У меня первый прогноз будет Первая команда Давайте и фрибетов побольше Даст нам фонбет 50 Ты сейчас лично с фонбет связываешься? Да Алло Алло Это за что? Это фонбетмен Фонбетмен Команда которая пройдет дальше Набирает 10 тысяч фрибетов Которая вылетит раньше 50 тысяч фрибетов Но вылетит имей ввиду Должна быть команда топовая Топовая Из РПЛ Топовая Конечно Конечно Ростов топовая команда Ну Ростов топовая четвертое место Давайте 8 команд определим Урал кстати Хороший вопрос Хорошо играет кстати Урал Нет Давай Урал все-таки Нет И сейчас мне картошки вот так по лицу Слушайте А как появится Смотрите Ростов и Балтика Ростов в чемпионате повыше Балтика пониже Но в кубке все наоборот Нет Давайте подождите Давайте сходить из По результатам прошлого года Да Отлично Все Хорошо Все Причем в первой части Когда Первая тур Когда Спартак там Да-да-да 8 очков набрал в первом туре сразу же Значит смотрите Я прогнозирую Естественно Мне бы хотелось Чтобы дальше И до финала И в финале была победа Московские ЦСКА Ну другого нет Просто ЦСКА Софийский не участвует Так редактор Запишите пожалуйста ЦСКА Костя ставит на ЦСКА Запомните Я редко произношу название этой команды ЦСКА Выигрывает кубок России Проходит дальше всех Команда Которая вылетит Раньше всех Из топовых команд Фонбет кубки России Будет Давай-давай Давай Давай Блин Я как бы Я называю команду И сразу же мне смотрит Мой друг болельщик Говорит Сука Нет-нет Я тебе ничего не скажу Я уже привык За эти 5 лет Знаешь Которые у нас происходят Кстати я считаю Что локомотив Пройдет дальше Чем например Все болельщики локомотива Ростов Первая восьмерка Ростов Все Ростов Ростовчик Ростов вылетит Ой как же мне не хочется Это говорить Но по моим ощущениям Так Надо выбрать Ну конечно Дальше все-таки пройдет Дзенит наверное Пока еще Это все-таки Такая Значит Недостижимая история Плакал десятка Сразу же Дзенит Ну на мой взгляд А раньше всех вылетит Давайте Динамо Я понимаю Что это довольно Странный выбор Давай Не странно Нормальный выбор Динамо Вовсе нет Ну это не топовая команда А если такую ставку сделать Выиграет Динамо Выиграет Динамо Да 50 к 50 Давай Ром Я да Да Хорошо Я думаю что дальше пройдет Спартак Дальше всех Дальше всех из топовых команд Второе у меня было ощущение Дальше всех из топовых команд Соответственно я должен вас опередить Получается Да Дальше всех пройдет Спартак Не всегда И часто говорит Хуйню какую-то Так так ну говори Это не про тебя Говори дальше А раньше всех из топов вылетит Так сейчас подумаем А Сочи топовый считается? Восьмерка Первого ты помнишь Прошлый год восьмерка? Нет А Сочи не восьмерке? Сочи не была восьмерке в прошлом году А да Они еле-еле избежали переигровки по-моему Ахмат Ахмат Не на этом наша программа заканчивается Спасибо друзья Мы завидуем Заранее Мы заранее извиняемся за Рому За его чувства Который он говорит в эфире Так Я да? Да Я вот скажу Что для меня Дальше всех пройдет Краснодар А из топа вылетит Раньше всех Команда Железнодорожников Из Москвы Спасибо дорогой Зафиксировали Сейчас игра Но не нужны будут кнопки Игра простая Такая Я вот например говорю Имя Да И вы должны Подсказать Назвать фамилию Которая под это имя Подсказать Например Назвать фамилию Никита Джигурда Ну например Никита Джигурда Леонардо Да Винчи Да Винчи Оооо Интересно На подкорке губы Ограничимся Профессиональными Футболистами Чуть не сказал Донателло Понимаешь Так давай Профессиональными Футболистами Первый разминочный Давай так Криштиану Ух ты Ну Роналду Да Вот ты прям Тебе Например Александр Мостовой Пушкин Да Мы ограничимся Футболом Тебе Артем Карпукас Хорошо Усложняем Двигаемся дальше Ты знал Что он скажет Артем Конечно же Ян тебе надо Ты примитивный Конечно Ну я возможно В первом раунде Вылечу как Давай Наир Тик нельзя Спасибо А коньяк есть такой Наири Это коньяк Как футболист Параганал Нет Хорошо Только если с балтийскими Вот теперь Ускоряемся Игорь Михаил Танич хотел сказать Михаил Киржаков Артем Макарчук А он Артем Он уже понял О чем вся игра Ты просто махнул меня Давид Вилья Вилья Сергей Игнашевич Антон Заболокни Артем Так минус Рома Дзюба Прыграл Я к этому Вот к этому Вел Понимаешь Я вот Вел к этому Мы разлочили тебя Яна продолжаем Так Я по прежнему Предлагаю вам Зарабатывать Фрибеты И не просто Так как у нас здесь есть Настоящая звезда Вы все знаете кто это Тимур Спасибо Спасибо ребят Спасибо И предлагаю вам сыграть В игру Называется она Звездный час Берем Звездного футболиста Это Заболотный Насколько он звездный Костя улыбнулся Кто из букв Его фамилия Составит больше всего слов Тот получит тысячу фрибетов А это как бы дофига Да Сначала жмем кнопку Потом говорим слово Побеждает тот Кто первый составит Четыре фамилии Слово видимо Говорит Четыре фамилии Слово 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 извините Лото Ты нажал кнопку Лото Нота Болт Лоб Вон и все Нота Тон я сказал Нота я сказал Забото Ты с Кострома приехал что ли? Да Костромской ты? Да Ты Скажете нет такого? Бой Бой Мой бой поет классик Таз Мы что мы не называем Все подходит под Антону К сожалению А что надо сделать? Четыре слова Четыре слова Никита сказал Какие? Почему? Тон А у нас есть редактор по словам? Редактор по словам Это ты Тон Все назвали Лот Болт И этот Последнее слово Которое Таз Все молодец Болт и таз победили Либэд Тысяча трибэд Никита Тысяча трибэд Вы даете тебе Ты молодец Болт и таз Я почему-то искал Слово Нога Но в заболотном Нет ноги Да там и голову Тут не собралось Только болот А я почему-то Потный искала Но потного нет Потный Давай ты своей Не будешь рассказывать Эти вот встречи ваши Но я разочарую О, ему больше Двадцати пяти Поэтому Она его помнит молодым Когда он был Предболотный Да Когда еще там была Предболотный Предболотный Все, Яну потеряй наркотину Веди программу На пять минут Яну потеряю Подожди Сейчас он вернется Добром ты вообще Никит Да Вот я его вечером устрою Как говорится Попробовать на диктора Новостей Здравствуйте Леонель Месси Только прибыл в США А в честь него Уже сделали именной бургер В одном из самых знаменитых Заведений страны Это Хардрок кафе Кстати Кстати Почему В честь Месси бургер есть А в честь Леонида Ни одного Почему Ты откуда Леонида Викторовича Приходишь и говоришь Будьте добры мне Да потому что мы В Месси рады Что Майами приехала В Месси А то что из Волгограда Прислали такое Тут Москва не рада Ну почему же Я считаю что Леониду Слуцкому Срочно нужно делать Так же коллабу Так Только Слуцкер конечно Только Только у Месси Хардрок кафе А у Слуцкого будет Хардкор кафе Потому что То что он делает Это конечно Хардкор А вот Кость А ребят Вообще давайте подумаем А что входит в ингредиент Этого бургера А он вообще какого размера Месси Нет у Слуцкого Слуцкого Нет почему Давайте сначала Смеси Месси там бывает Там же по моему Синий лук Вот этот фиолетовый Форма интер Майами Она вообще розовая Здравствуйте Добрый вечер Она розовая Да она розовая Потому что Все женщины Лучше разбираются В цветах Чем мужики Это что за цвет вообще Это про что Майами Майами играет Как бы там Треугольный Розовый Мне кажется Тогда просто мясо Может быть Медиум Такой вот Прожарки Такой Режевенькой Да И маленький кусочек Очень маленький Это когда Фулкбэс И ты когда заказываешь Официант еще бегает И ты должен Отнять в него Этот бургер Попробовать Ну как правило И рядом еще Знаешь что Рядом всегда есть Испанец Испанец Который не дает Тебе его взять Который просто Да Ну он типа Ты тянешь руку И он тебе сразу По рукам Так понятно И вот это вот Серхио Лучше Что Слуцкий С бургером А мы сейчас Не его бургер придумали Нет Мы придумывали Бургер Месси Просто у нас Златан Ибрагимович Тоже есть бургер И он вот такой вот Огромный Там несколько Салатов Просто каких-то Напиханных Котлет И он просто Вот такой Двухэтаж А где можно купить Бургер с латами Академическое Здесь Академическое На Савиловской Нету Потому что Я-то там Только Шаурма Как у тебя Академия шаурмы Академия шаурмы Моя любимая Да-да Там только академики Подожди Я бы Я бы Дал возможность Никите составить Ингредиенты Спасибо тебе огромное Спасибо Потому что Они забыли Что пришел Начали Ничего страшного Друг с другом Орать Да нет Подвял уже Вот как тебе кажется Скажи Там должны быть Очень вкусные ингредиенты Здесь ты лучше разбираешься Как будто он хочет быть Еще свежим Но как будто уже такой Вот знаете Когда Типа выдают за свежий То есть Который уже как будто 26 лет Все что лежит Во вкус Или у меня Позвольте Я встану на защиту Леонида Слуцкого Там должны быть Топовые ингредиенты Ну во-первых Но не свежие Нет Хорошие Во-первых Канина В честь работы С ЦСКА Козы 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 Да Вот такой вот Должно быть Салат какой-то Вот Витес Должен как Из фишин чипс Можно чипсики добавить А почему салат витес Потому что Может из Голландии возьмем Сразу покурить травку И исправим Всю эту ситуацию Подожди Все это Дополняем Просто напихаем травы В хлеб А потом уже пофигу будет Да И вообще пофиг С картошки фри Сядем до коня и ум Потому что в Англии работал Все это Должно Подаваться С листиками Очень-очень-очень Дорогого салата Потому что он работал в ФК Москва Когда-то А Москва это всегда дорого Но не на этаже Где ресторан А в первом дивизионе Да Но потом Бургер просто улетает туда В первую дивизион Как Рубин А так очень вкусный бургер А еще их должно быть Всего лишь девять Почему? Потому что Когда он работал в Уралане Однажды у него осталось Только девять человек И они все вышли на матч РПЛ Не взяли его? Даже тогда его не взяли? Ну он был тренером Нельзя тренером играть Даже в таком случае Они не взяли его на поле Гвардиола так и говорил Ни один тренер В своей карьере Не забил голов Это еще Гвардиола говорил Никит Следующий Таким не согласен Газаев Ну ладно Самая сексуальная бегунья В мире Алиса Шмидт Вызвала Эрлинга Холланда На забег Утверждая Что может обойти его Я хочу попросить Очень попросить Мне очень хочется увидеть Фотографию Эрлинга Холланда Вот Действительно И рядом Алиса Шмидт Мне кажется Она так же просто бегает Вот как он Вот эти все мемы были А можно сказать Алиса Поставь какую-нибудь Хорошую музыку Алиса догони Знаете Я на самом деле Вот по этой фотографии Не могу понять Есть ли еще фотографии Эрлинга Холланда Вот Пожалуйста Спасибо А какие-то Алиса еще Это вот эта бегунья Да Прости Она в Дормунде работала с ним Они по этому и знакомы Она кстати встречается С каким-то бойцом Которого никто не замечает На фотографиях Но если ее вдруг Обгонят Эрлинг Холланда Я думаю Что потом с ним Будут разбираться Другие люди А шейхи там ни при чем Как говорится Да Слушай Вот это очень хорошая фотография Я тоже так бегом занимался Прикусил язык И показывает зенит Да У меня ужасная шутка Сейчас родилась Давай Ты первый раз когда Вырежете ее сразу же Первый раз когда спортсмен На беговой дорожке писает Блядь Блядь А почему первый раз Почему первый раз А Бузака Тогда второй А он и спортсмен был Тогда второй Максим Бузака же Когда он на поле Слушайте Судья Какая скорость У тебя есть данные У тебя всегда есть данные Какие-то У Холланда Вот в матчах Примерно Когда он только Перешел в Дортмунд Его Вот в Германии Прямо его изучали По всяким метрикам Дико жутко Жутко было интересно Что он делает В тех или иных моментах Что дает ему это преимущество Однажды В игре против Фрайбурга По-моему Он пробежал Прикиньте Он пробежал 30 метров За 9 шагов Да Там что-то какая-то была Да-да-да-да Что это такое Я помню цифру 36,9 Скорость Он бежал Он вообще Он во-первых Уступал сопернику В несколько корпусов И он просто За счет страусиного бега Его опередил Вы видели Такую ситуацию Без 5-11 Возле красного и белого Каждый раз Люди Такой скоростью Потому что это Ласт чанс Дубай Поэтому Эрлин Когда Овечкин За Динамо играл Я помню Был какой-то эпизод Александр Овечкин Когда какой-то был Благотворительный матч Он там Да Он мать Отлетел Здесь тоже Здесь с ним ничего Никто не может сделать В этом смысле С силовым Алиса Шмидт работала В Дортмунде Поэтому вряд ли Подожди Алиса Шмидт работала В Дортмунде Она мало зарабатывает бегом? Она тренер по физподготовке была Вернее Консультировала Этот штаб Она зарабатывает И бегом тоже И Холланд Попробуй Вот так Секунду А он уже там И Так как знаешь Что в Германии Холланд в это время Был в Дортмунде Они именно так и познакомились И возможно Вот эта техника бега Которая у Холланда Вот эта странная А возможно А это нормально Что такая красивая девушка Тренер по физпокам Ненормально Если она там Со всеми с ними трахается А в остальном Это нормально Ну это Не сконцентрироваться На тренировках Она реально очень красивая Мужчины смотрят И ну мне кажется А ты знаешь А ты что на матч Ты выходишь туда Где-нибудь Так я что С футболистами работаю что ли? Нет Ты там работаешь С комметаторами работаешь С комметаторами работаешь Он не может С мором Я его не вижу Я не вижу мора Откройте Откройте мне Вик Я не вижу мора Give me more Моего нет на работе Give me more Да Эта песня Бритни Спирс У нас началась Почему-то У нас есть еще Одна новость Связанная с футболом И с женщинами Я не знаю Как читать фамилию А я знаю Фифа отстранила Рубиалис или как? Рубиалис Это как диагноз Рубиалис Рубиалис Нет Рубиалис Это какой-то бронхиалис Да или что-то Фифа отстранила Рубиалис от футбола На 90 дней За поцелуй с футболисткой Ну вот А вы слышали Да На самом деле Очень странная ситуация Ну то есть Идет награждение Повесил медаль И ну Давайте говорить Своими именами Засосал он ее Да Ну нет Вообще-то нет Не засосал Нет Он просто поцеловал как Брежди Вот так Как Брежди Фихонакер Они поцеловались Никто же там никого не отстранил Когда Брежди Фихонакер поцеловал Он же одну ее поцеловал Да Потому что она была первая Во-вторых Он расчувствовался Да Расчувствовался он на эмоциях Ее так сильно поцеловал Потом он такой Че я сделал И все А что он сделал А что он сделал-то такого За что его все уничтожили Потом он извинялся за это Очень долго Я даже знаю Его мама Объявила голодовку За то что Его все в общем там чмырили Да И она сидела в церкви Говорила Я не выйду отсюда Пока Вы не прекратите Издеваться над моим сыном И в итоге Его госпитализировали И она голодалась Там вообще какой-то ужас Что случилось Я тебе скажу В России он был бы героем Да Ну они это потому что В Испании может это странно Что мужчина женщиной целуется Многие разведенки Возле его дома Ходили бы с медальками В поисках поцелуя Ты так Ты прохит этого? Нет потому что У них это харассмон У них это Вот скажи Нет харассмон Она же не отталкивает его Нет но он Она наоборот схватила Свою притягивает его Выше чем она Он ее так целует Ну Ян представь Так Ты приходишь Церемония на гражданин Тэфи Черданца тебя вот так схватила Засосала Что ты будешь делать? Давай не будем это представлять Нет подожди Ладно А Бася Уткин нравится Нет Давай мы будем это представлять Нет давай Давай мы сейчас представим Что туда пришел Ди Каприо К вам на программу Где-то сделал Нет давайте тоже не будем представлять Мне кажется что Открывается большой простор Для творчества Потому что Лысый из Бразерс Президента Федерации Футбола Испании Еще не играл То есть такой Такое видео ты не нашел Я долистал до 312 вкладки На Такой ролевухе Мы живем жизнь Нам все интересно А мне кажется что он неправильно все сделал Короче Что он нарушил ее А что если это наоборот Границы И вообще не надо было так делать И правильно его отстранили А мама его просто перенервничала И вообще страдать привыкла Вот так мне кажется Да Если честно Мне тоже кажется что это неуместно Я Но устраивать из этого Как бы Ад Тоже было бы неправильно Потому что Люди У нас есть эмоции И кроме того Не забывайте что это испанцы Это темпераментные люди Они не всегда выдержаны В таких ситуациях Но тут как публичный человек Я тебе скажу что На публичных людей Всегда ложится бремя Проекции чужих проблем Это так Очень много проецирует Ты же сам знаешь старик Да я два дня в этом копаюсь Вот Вот Привет у тебя Так ребят Ну два-три дня Два-три дня Не больше Давайте У нас еще есть один раунд Для того чтобы вам заработать Фри бета Погнали Еще одна игра Очень интересная Как и все Собственно Поэтому ты в одной рубашке Пришел Я ее одним движением Правила простые Кто сможет рассмешить гостя То есть Никиту Ведущие по очереди Читают шутки Если Никита засмеется Вам в банк Тысячу фри бетов У меня нет Если Никита не засмеется И скажет что это вообще Полный отстой То Минус три тысячи Точнее плюс три тысячи В банк к гостю Ладно Так он уже специально Не будет смеяться Зачем ты сказала Будем будет Вот Хорошо ладно Никита шикарный актер Он может сыграть Даже печаль Он может Знаешь Он может Даже печаль Он может Он может Он может Это самая сложная Эмоция на свете Он может сыграть Даже печаль Русский актер Играющий печаль Да Нет Просто Никита Актер крутой Поэтому у него Где-то серебряков Кроме битца Может все остальное тело смеяться А того вы должны Сделать так Чтобы он засмеялся Представляете Насколько эта проверка Для вас В первую очередь Да нифига Да фига Да блин это круто Наоборот Сломать актера Ян Очень легко Не засмеяться Достаточно вертеть в голове Там Не знаю Че-нибудь Че-нибудь Давай-давай Продолжай Че-нибудь горе Че-нибудь горе И все И ты не будешь смеяться А тут мы еще такие странные Ты еще Квадраты показываешь То есть конечно Смотря какая шутка Не смешно Да Я думаю что Никита Будет по правилам Давайте я Невозможно сдержаться Я попробую Все остальные тоже участвуют Я не знаю где ваши шутки У меня вот здесь Вайпай Твои шутки у пьяного Мишутки Извините Тренер Крылья Советов Это еще не юм Уже смешно Игорь Осенькин Показал Член Во время матча Это вся шутка? Секунду При ближайшем рассмотрении Оказалось Что это нападающий Самарцев Никита Салтыков Надежные источники Подожди Я просто увидел Как НЭЦки смеются Знаешь Которые вот эти Продаются маленькие Фигурки Башков Продолжай Которых кладут На деньги Надежные источники Сообщают Что российские клубы Исключили за ЕФА Вовсе не из-за санкций А потому что Они там нахуй никому не нужны Это уже даже не шутка Понимаешь То-то и дело Как бы А только правда Жизнь не смешит Знаешь Шутка Тебе как маличку Локомотива Шутка Это будут сейчас слезы Вопрос Что общего У американской порноактрисы Эмили Уиллис И московского Динамо Что? И туда и туда Влетает по четыре Чуть-чуть улыбка Можно? Чайки Тысячу фребет Чайки Да Или хотя бы три не отнимать Никит Собака Романа Нагучева Нассала ему в ботинки И он знак протеста Полчаса не называл Я по имени И только потом Он понял Что у него нет собаки И только потом Ну ладно Иди ко мне Дзюба Суки вы Это было хорошо Саба Сазонов Перешел в Торино В случае удачного выступления Игрока Динамо Получит от Атлянцев Два миллиона А в случае у него не дачного Пиздюлей Локомотив вернет Семина С таким заявлением Выступило руководство клуба После того Как пьяные игроки Выкрали тренера из дома И привезли на базу Это был финал Нашего испытания Аплодисменты Никит Это не шутка Это не шутка Это случайно Кто-то записал Просто свою боль Да их выгнет То есть получается Прим-бет получили Ты, Кость И Тимур Как шпики Ты, Кость Какими-то спорциями А ты еще увлекаешься Что-то смотрят Еще иногда Когда есть время Чтобы смотреть Ну, играть Или смотреть Мы с тобой Перекинули пару слов Про Лейкерс Ты что-то рассказывал Про баскетбол Смотришь? Да, за ММА слежу За хоккеем Стал гораздо меньше В последнее время Кто такой Овечкин Слышал? Нет Ну, про то, что он там Сейчас вот буквально Ему годика два Как вы, кстати, думаете Мне кажется Годика два Но почему-то Мне кажется Сколько ему осталось? 82 шайбы? Или сколько? Я вообще предлагаю Фон Бет Чтобы в центре Москвы Разместили такую Вот это, кстати Классная тема Место Мавзолея Капсулу Сколько осталось Да И каждый раз Когда он забивает Убирать оттуда шайбы Чтобы вы видели Как они В форме ореха Грецкий орех Да? Извините Можно, да Такой купол Я думал тебе Как бы там Как бы греть кальмара Как бы греть кальмара По одной штучке Вытаскивать По одной штучке Убирать И это будет Что вот Овечкин Вот столько Осталось там Так нам надо такую В студии сделать штуку Все, друзья мои Со следующего выпуска В нашей студии Появится Вот здесь Да Да Все они будут Подписаны Александром Овечкиным Все эти шайбы И после каждого гола Мы их будем разыгрывать Да Убирать Разыгрывать И пока не дойдем Как говорит Уэйн Грецкий До Талова А у них сейчас сезон идет Нет У них скоро В октябре начнем Я слезу за НБА Поскольку За НБА Там сейчас же задрафтили Этого чувака Огромного Да Баньяма Баньяма Боже Это прямо настолько интересно Как он директирует Ну ты думаешь Что с ним что-то получится Я думаю да Почему-то у него носок двигается Скажи мне Как ты думаешь По сравнению У кого будет лучше карьера У Захаряна в Соседане Или у Ваньяма в Сан-Антонио У Захаряна Мне кажется Есть все условия Для того чтобы кайфовать Сейчас Нет Кайфовать у него И в Москве были все условия Футбол надо еще не награть По воскресенью Мне не кажется Что он в последний год Прям кайфовал Но по моим ощущениям Вот у них куда-то ушла Вот эта штука Которая была у Динамо Где-то года полтора Какой-то такой задор Какой-то дух Как будто она куда-то ушла А то мы думаешь Вернется Я не знаю Сейчас посмотрим Я ему желаю Очень успехов Удачи Вообще Всего самого клевого Мне кажется Седат Это отличная команда Ну да И город красивый Супер Ну и в завершение темы хоккея Фонбет объявил О старте нового проекта Называется Великая погоня Он посвящен Как раз рекорду Александра Овечкина О котором мы говорили И каждый из вас Сможет следить за успехами Ове в НХЛ Поучаствовать в розыгрыше Крутых подарков На сайте Великой погони Также мы запустим А запустим Ну уже запустили Запустили Новый ютуб канал Который называется Это хоккей брат Он немножко не похож на это Но безумцев там тоже хватает Алексей Шевченко И тоже есть красивая девушка Как я у нас Анжелика Стубайла Анжелика Стубайла В общем подписывайтесь Ставьте лайки Которая любит взрослых Которая между прочим Чемпионка мира Двукратная Двукратная По художественной гимнастике А что ты тут здесь Тогда делаешь Так это футбол моё И она пусть в хоккей идёт А Анжелика теперь Наша коллега Да А я с ней здороваюсь А она так мимо меня Проходит Своей Она просто не понимает Кто ты Она просто думает Что ты какой-то гастарбайтер Которого забыли Она думает Очередной подкатывающий У меня вот эти майонезные усики А ты ей говоришь Хочешь укусить мою шаурму Нет Он просто протягивает Ты видел хоть раз Чтобы я с кем-то делился Своей шаурмой Она живёт с тобой в одном доме? В одном ЖК Так скажем В одном ЖК В Москве В одном ЖК ЖК Машмаслана ЖК ЖК Все подписывайтесь Будем смотреть хоккей Я прям жду не дождусь Когда начнётся НХЛ Прямо погоня А мы с тобой сейчас Сыграем в игру Или-Или Будет два варианта Надо будет выбрать один Давай Приготовим Это очень сложная игра В ней не все играют Александр Мостовой Залип на час примерно Это примерно как Печаль играть Да Очень сложная Мы очень часто Сейчас выбираем Чувствую какой-то буллинг В этой программе Ты к кому обращаешься? К Испанской Федерации Футбола? Я пытался найти У зрителей У зрителей Как бы вот Ответа Но поскольку зритель умер Потому что он переживает За Дзюбу Получается Не зритель умер А твои фанаты умерли А мои фанаты Наши искусственные фанаты Мои Ты умер для фанатов Дзюбу Вот так я перефразирую Всё совралось С той стороны Не все меня поддержали Я чувствую себя одиноко Вот Вот в чем Не переживай Вот сейчас ты тоже умеешь Играть печаль Так это и служит Приготовились Театр Или кино? Театр Роналду Или Месси? Месси Блин Всё время был Роналду у меня Серьёзно После бургера сегодня Всё изменилось Да Да Нет Ну во-первых Ну да Последние два года Что-то прямо вскрыли Месси Или Лоськов? Лоськов Лоськов или Сёмин? Сёмин Сыграть положительного героя Или отрицательного? Отрицательного Сняться в порно Или больше никогда Сниматься в кино? Не сниматься в кино Больше никогда Не сниматься в кино? Нет Сняться в порно И продолжить кинокарьеру Или не сняться в порно И всё Больше нет кинокарьеры А ты же одно и то же Ты же никогда разбираешься Подожди Какой? Если ты говоришь Старик Смотри У тебя два Два пути Под сосенку И под березку Да? Значит Значит Если ты не снимешься На Ливу пройдёт Через порно пройдёт Да Направо Тимур занимался шоу-бизнесом в 90-е Он знает, о чём говорит Это дзюби-тупик, да? Дзюби-тупик Да, да Дзюби-тупик Это не я говорю всё Если что, блин Это всё Он попросил нас что-то сказать, ребят Он просто попросил Поддерживай колеба Не сниматься Хорошо Ну что делать? Ввязаться в драку Или уйти от конфликта? Смотри, в какой ситуации Ну тут Тут нужны исходы Ну, в основном Этот вопрос, ты понимаешь Ты как-то так, типа Да, нет Или пошёл нахуй Вот так это называется Ну он такой вот просто Это всегда Два варианта А скажите мне Да А вы любите маму или папу? Понимаешь? Вот это вот Вот да, да, да Вот именно так Давай Тогда третий вариант Хорошо Лечь попозже Или встать пораньше? Ээээ Угу Встать пораньше Константин Хабенский Или Леонардо Ди Каприо? Ди Каприо Угу Олег Ефремов Или Михаил Ефремов Михаил Ого Сделать эпиляцию Или покрасить волосы в красной? В моём случае Мне нельзя красить волосы в красной Поэтому сделать эпиляцию Так, побриться на усы Или отрастить усы? Да, отрастить усы Это не так сложно Побриться на усы Интереснее для роли Да Да Кошки Или собаки? Кошки Сериал для Нетфликс Или один голливудский фильм? Сериал для Нетфликса Сладкая ложь Или горькая правда? Горькая правда ЗОЖ Или пиздёж? ЗОЖ 3 бетов Команда, как вы помните У нас Теперь у нас 5 команд Насколько я понимаю Есть ещё Яна? Или Яна играет? Нет, это как бы команда гостей Я так понимаю 4-4 осталось Хорошо Есть моя команда Есть команда Тимура Есть команда гостей Которые сегодня представляют Яна и Никита И команда Костя В прошлом сезоне Мы были великолепны Но победили гости Благодаря потрясающей интуиции Екатерины Шпицы Шпица порвала Порвала, да? Просто взяла Угадала против Боруси Мюнхлинглоба В феврале Угадала всё С коэффициентами От 5 и выше И всё И дальше Ей слово больше понравилось Мюнхлинглоба Нет, мне понравилось О, Борусия Классное слово Давайте на неё 6,5 был коэффициент Она залетила десятку И всё И до свидания Поэтому команда победителей Как обычно В конце года Раздербанит этот банк Между собой Погнали Я тебе так Подождите Стойте Сейчас секунду Внесу Никите расскажу Никита Наша программа Не все спалил В прошлом году Когда приходили Мальчики Актёры Ну, мужчины Всегда они проигрывали Приходили девочки Девочки почему-то Не слыша никогда Про футбол Всегда не выигрывали А ещё И когда приходили Футболисты Они угадали Ровно ноль Вообще Ноль всего Шалимов Мостовой И Кончельский На двоих Сколько Получается Один угадали Из девяти матчей По-моему Один только угадали Мне кажется Да, когда есть интерес Такой прям сильный Чтобы что-то получилось Надо это расхотеть Спартак-Краснодар Если что У нас первый матч Победа Спартака 2-25 Ничья 3-75 Победа Краснодара Только на абонте Здесь неправильно написано Краснодар-Спартак Они в Краснодаре играют Да, они играют в Краснодаре В любом случае Победа Краснодара 2-25 Победа Спартака 2-90 Ничья 3-75 Вот так выглядят Да, вот так выглядят Коэффициенты на этот матч И Герман Абаскаль Абаскаль выходит из магнита Несёт пакеты А это у него очки там? В одном очки В другом банке Вот как бы Что? Ну, я Первый, можно? Да, давай Я поставлю, что Краснодар забьёт 2 гола Ровно 2? Не, ну, больше полтора Больше полтора Откроем линию Ты можешь не опираться на эти коэффициенты Ты можешь Вот всё, что тебе придёт в голову Жёлтый карточек Я понимаю Я даю вам выводство Тимур, у тебя сумма На гол кого-то Допустим, хочешь, чтобы Кордоба забил? Вот он Вот погнали Мне не кажется Я ставлю больше полтора гола Начну со скромной пятёрочки Да? Да Хорошо Скромность Ты знаешь, что скромность Это второе моё имя? Мне кажется, что Спартак победит Но что Краснодар забьёт точно И мне кажется, что Краснодар забьёт первым Вот так, мне кажется Это так сложно найти, что первый забьёт Краснодар, матч победит Можно так, да? Да Очень легко Значит, Краснодар забьёт больше полутора голов 1.97 Запишите, пожалуйста Пятёрочку Вот А я? Да Пожалуй Не буду спалить этот матч Скажи Сквозь Никит, повтори ставку и сумму У меня А что надо сказать? Ну вот что-то выбирать Мне кажется, что выиграет Краснодар забьёт первый гол и победит? Нет Краснодар забьёт первый гол и победит Спартак 10 Ты что-то прям как-то думаешь на Спартак прям очень хорошо Что вы говорите? Сумма Сумма А сумму надо сказать? От рубля до 100 тысяч От рубля до 100 тысяч Ну потому что даже если ты 100 поставишь, у тебя даже на следующий матч не хватит Ну у него будет миллион через месяц Погнали, 20 20 тысяч Да Замечательно Я ставлю на ничью Ничья Да 3,8 коэффициент Прямо сейчас 3,75 написано Ну 3,8 Поднялся он Актуальная линия Тогда я прям прям вот тогда за актуальную линию и это будет у меня 10 тысяч рублей 10 тысяч? Да Чё если со своей пятёрочкой-то залезть туда? У Никиты в случае доезда сразу 200 станет Так Ром, а ты что? Рому не игнорируйте Ром Да Давай своё Рома делает сексуальные ставки У него там полтора угловых к третьей минуте Да Есть такое И сейчас ты недалёк от истины Давай Потому что моя ставка Краснодар подаст в первом тайме больше двух с половиной угловых за 2,10-5 тысяч рублей Мне кажется, Рома сам придумывает свои ставки, знаешь? И потом он о фонбете думает потом Ёпта, где он это нашёл, брать? На это люди ставят, а у них нет такой линии Вот она, первый тайм угловые 2,5 Краснодара Ладно Хорошо Ты представляешь, что специально в фонбет ходит один сотрудник такой с чемоданом Идёт, там дождь, снег Родственник Рома такой И он такой делает вот эти линии с угловыми И когда Нагучев говорит, он один раз улыбается Ага, один И дальше продолжать И он думает, что это про него Как-то про него вспомнили 10 евро просто вот так у него выпало изо рта И ещё один классный матч Причём такой, что наш дорогой Тимур не смог достать на него билеты Еле достал Еле достал Аншлаг будет ЦСКА Зенит Федотов с бокалом Миллера Вот так вот На самом деле, вот я сейчас могу сказать вам Я ХЗ, что ждать от ЦСКА Короче, я первый, ты оставлю по традиции Давайте объявим коэффициенты для начала Вот они, для тех, кто отвернулся от экрана Послушайте 2,85 победа ЦСКА 2,35 победа Зенита И ничья 3,55 Я последую совету моего друга Никиты И 20 тысяч поставлю на Зенит Очень удобно Чего? Я 10 на победу Зениты поставлю Чего? Не, Никит, у нас команда гостей После тебя ещё будут приходить гости Нам нельзя всё расстранжиривать А он наоборот её увеличивает А у нас 100 тысяч? Да А у нас вообще на весь сезон 100 тысяч? Да Да Давай пятёрочку поставим Потому что вообще непонятно Давай пятёрочку на 5 Если женщина говорит, давай сэкономим Вот это точно надо, давай сэкономим Мне ещё магазины Смотри, как все изобильно себя ведут Да, да, да Прям вот 20 Да Давайте Давайте подзатянем Пятёрочку на Зенит Пятёрочка А я 20 поставлю на Зенит Лёгкие, лёгкие деньги В первом тайме 24 минута 4, 0, 4 А я тогда А я тогда, вот раз ты так говоришь Да, я не хочу, не могу ставить против ЦСКА Я вот возьму, типа, тотал больше Чего там говорят? Звёзды Что говорят звёзды? Тотал больше 2,5? Ты знаешь, учитывая, что это чисто исторически Очень низовое противостояние То тотал меньше и тотал больше 2,5 стоит одинаково 1,90 Угу Но мне надо сделать какую-то ставку И я не могу ставить против ЦСКА Поэтому тотал больше или тотал меньше? Тотал больше Больше Тотал больше 1,90 зафиксируйте Всё Сколько денег? 5 тысяч рублей Я беру 5 тысяч рублей на победу Зенита Сухую победу Зенита за 4 Ого! Зенит победит и хотя бы одна не забьёт Ну, то есть в данном случае ЦСКА 4 Слушайте, но нас ждёт невероятный уикенд 1-0 Вот так будет Нам есть что посмотреть Благодаря командам Никит, благодаря тебе нам всегда есть что-то посмотреть И сейчас на платформе Старт выходит ещё крутая перемена Да Лёгкая, школьная, классная, замечательная история По случайному совпадению в сценарии так получилось, что у моего героя Его отец находится в местах не столь отдалённых Это придаёт интриги и наблюдению за этим сериалом Я готов открываться на эту тему с этим сценарием и с этим произведением Ты написал сценарий? Нет Смотри Ты Смотрите, радуйся Крутая перемена Я видел в трейлере Можно? Можно? Прям одну ремарку Мне прям очень нужно это знать Ты там играешь Печаль? Я играю там, да И боль, и печаль, старик, в какой-то момент Обязательно посмотри Посмотри хотя бы первую серию Там Печаль? Тотал больше печали, да Для меня там Крутая перемена Миряк В трейлере Порадовала сцена, где ты едешь и ешь собачий корм Да Ну не ел я вот там Ну условно Для меня ты А ты реально настоящий собачий корм ел? Что ты сейчас сказал? Он реально очень вкусный А до этого что ты сказала? Собачий корм очень вкусный Я пробовала и кошачий, и собачий Надо было заключить программу на три минуты раньше Это кстати, это кстати реально очень вкусный Я вам серьезно говорю, вот кто не ел? Если вы все после этого продолжите обсуждать зюбу Я вообще не знаю, что может перебить полчаса Я уже говорила, что это хочу проводить вкусный Не знаю, это вкусный Какая марка тебе больше нравится? Друзья мои, у нас в зале находится человек, который по работе, так скажем, был императором и ел собачий корм И у нас есть по жизни императрица, которая ела кошачий и собачий корм и всем рекомендую Кстати, пишите в комментариях, что лучше собачий или кошачий И какой фильм Подписывайтесь на канал, потому что как только мы соберем 100 тысяч подписчиков А там осталось прям вот, ну совсем чуть-чуть Мы разыграем 100 тысяч фрибетов И черепаший корм Нет, ну чтобы вы понимали, это было на спре, если что, да А то вы еще подумайте, что я этим питаюсь Вот это вырежете, пожалуйста, оставьте вот то, что было там Кто победил у нас? Кто у нас победил сегодня? Да, все, все ставки сделаны, поэтому я сегодня объявляю победителей из зала Кто сегодня ответил быстрее наших участников Итак, по 25 тысяч фрибетов в зале заработал Камиль Камиль Дальше, Слава Богданов Слава Богданов Молодец Павел Хрущев Кто? Павел Хрущев Павел Хрущев О, Бразилия Мы там все собрались, стали вместе И Евгений Это сколько нас здесь, Евгениев? Они все рядом, они посвящались Звоните просто Евгений, скажите Евгений, 25 тысяч А один лежит Евгений почему-то уже Да вот, Женя, Женя Женя, Женя Поздравляю Друзья мои, еще раз Хотите подписывайтесь, хотите нет Но 100 тысяч фрибетов мы разыграем, когда на канале будет 100 тысяч подписчиков Давайте я всех еще раз представлю Яна Ромашкина Роман Нагучев И открывал с вами сезон Неподражание Никита Ефремов Никита, спасибо тебе огромное Спасибо, Никита Спасибо, Никита Спасибо, Никита Субтитры сделал DimaTorzok